Приветствую вас, наверное, нелегко будет добавить что-то к тому, что вам уже сказали коллеги, потому что, в общем-то, они вам ответили достаточно подробно со всех сторон, и, в принципе, ответы у них достаточно повторяются там в некоторых моментах, вот. Я бы порекомендовал обратить внимание на ответ Кудричева Игоря Леонидовича, вот, как на такой очень лаконичный, очень сточный и концентрированный ответ именно на вашей проблеме, на корне-скорнюю проблему, вот. Я же со своей стороны стараюсь не повторяться, стараюсь не говорить того, что уже говорили, вот. Постараюсь дать вам некоторую обратную связь, которая, надеюсь, поможет вам данный вопрос решить, или хотя бы увидеть более полную картину происходящего, и помочь вам как-то определиться со своим поведением. Первое, и самое главное, что лейтмотивом проходит через весь ваш текст, через весь ваш вопрос, это то, что между вами и молодым человеком, такое впечатление, нет ничего общего. То есть, между вами, у вас нет общих интересов, у вас нет общих взглядов, у вас нет ничего общего, кроме чисто гендерной позиции. То есть, ну, вы имеете к друг другу сексуальное влечение, а секс это то, что, как бы, вас может связывает, может быть, вас связывает что-то еще, но это все на уровне гендера, гендера. То есть, это все на уровне гендерных отношений. Как личности, как людей, да, как людей, вас не связывает практически ничего, исходя из того, что, вот, вы написали, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что я увидел. Ничего общего между вами, к сожалению, нет. И это, наверное, самая главная проблема, которая приводит к тому, что вы ссоритесь, потому что вы требуете все-таки, потому что вам не хватает внимания и так далее, так далее, так далее. Понимаете, вы общаетесь, вы взаимодействуете, как классическая пара. Классическая, в том смысле, что, вот, ну, может быть, как в Советском Союзе, вот, например, когда за людей решали с кем им быть, да, ну, за людей решали. Вопрос свадьбы, то есть, хотели нас поженить, ну, брали и женили. Вот. И люди, не зная друг друга, вынуждены были взаимодействовать как-то с собой, но друг с другом. Вот эта ситуация мне напоминает именно такую, если в общем глобально. То есть, парень, он, на самом деле, довольно четко обозначил момент, что вы не интересуетесь машинами, что вы не играете в представку, что еще что-то. Вам не интересно то, что интересно ему, а ему не интересно то, что интересно вам, судя по всему. И, да, как мужчина и женщина, вы, возможно, неплохо друг другу подходите, как мужчина и женщина. Но этого мало, к сожалению. Этого мало для того, чтобы у вас была гармоничная пара. Потому что для гармоничной пары, для гармоничной пары необходимо что-то больше, чем секс, чем даже любовь. Кстати, про любовь, это еще один такой достаточно важный момент, достаточно важный нюанс про любовь, именно. связанный с тем, допустим, да, что любовь это принятие, любовь это принятие. И если мы говорим о принятии человека, об принятии друг друга, то вы, вроде как любя человека, таким, как он есть, не принимаете его. Вы не принимаете его отношения, вы не принимаете его поведение, не принимаете. И это не является чем-то плохим. Это просто факт, просто данный. Вот. Поэтому в том, что касается того, что вы говорите о любви, мне кажется, нужно тоже прояснить несколько более подробно, что вы понимаете под любовью, да, и что вы понимаете под вот этим чувством. и что, то, что вы чувствуете, является ли, на самом деле, любовью. Понимаете, какая штука? Вот. А дальше. 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 Вы много говорите про мы. Что это? Вы много говорите про то, что мы ругаемся, про то, что мы ссоримся. Вы говорите, что у нас скандалы. Вот. И здесь вы не, как бы не видите своей личной ответственности за то, что происходит. То есть, вы не видите личной ответственности за свое участие, за свой вклад в скандал, в ссору, в конфликт, и так далее. Вы, как будто, не видите, игнорируете этот момент. Не вы оба ругаетесь, но именно вы, Ольга, ругаетесь. Не вы оба скандалите, но именно вы, Ольга, скандалите. Потому что без вашего участия скандала бы не случилось, ссоры бы не случилось, и так далее. И здесь, наверное, уместно будет упомянуть игру, психологическую игру, с лаконичным названием скандал, которую вам можно было бы изучить в интернете самостоятельно, и которая подразумевает под собой то, что люди, люди боятся определенной эмоциональной близости, боятся сближения, боятся довериться, боятся открыться, и так далее. Вот. это как бы проблема, проблема чувствования себя. Эту проблему можно, конечно же, разрешить. Далее. Как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, у вас есть некое жертвенное поведение. Связано оно с тем, что вы, на мой взгляд, недостаточно сознательно действовали, когда, допустим, приезжали в город к человеку. Это первое. Второе. когда, ориентировались на его предпочтение в плане ваших друзей. Вот. И, как бы здесь чувствуется, что вы, действительно, многим пожертвовали, в буквальном смысле, для того, чтобы быть с мужчиной, вы переехали к нему в город. Даже. И вот, вопрос заключается в том, насколько это было вашим выбором. Насколько это было вашим решением. Насколько это было вашей позицией. Вот, другой пример, который вы приводите, когда пишите, что проснулись с аллергией, у вас опухшие глаза, и вы, как вы написали, мужчина пришел домой, и увидел вас, и сказал, что вы можете остаться дома. Вы решаете остаться, но вы придумали себе, как вы сказали, в своей девичьей голове, придумали, что вы этот, этот день проведете вместе. Этого не произошло, и вы расстроились. и обвинили его в том, что он пошел с друзьями. То есть, как бы, ну вы же, вы, по какой-то причине, это, придумали, сами, сами, да, но вы не несете ответственности, личной, ответственности за то, что вы хотите. Допустим, если вы хотели остаться, если вы хотели остаться, дома, ради него, да, и чтобы побыть с ним, то, ну, наверное, об этом нужно было сразу сказать. Сразу. Но вы этого не сделали. Почему, почему вы этого не сделали? Да, почему? Почему? Складывается ощущение, что вот эти вот подобные недоговорки, с вашей, с вашей стороны, я не говорю про мужчин, про мужчину, я не говорю про то, что он там обманывает, вред и прочее, 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 прочее. Я говорю про вас. У вас есть недоговорка, не договорки, у вас есть недоговоренности, которые вы создаете сами, в своей позиции. Для чего? Это ведь не случайно. Понимаете? Такая штука. Вот. Дальше. Вы пишите. Мне не хватает его внимания и общения именно с ним. Ну, если вам не хватает его внимания и общения с ним, то совершенно очевидно, что его общество, его присутствие, его активность, направленная на вас, на вашу личность, формирует ваше ощущение. Ваше миро ощущение себя самой. То есть то, как вы себя чувствуете, то, как вы себя ощущаете. Это говорит о том, что ваше представление о себе не совсем устойчиво. Дальше. Я общительный человек, не могу сказать, что нахожу легко друзей, у меня их пара есть, действительно близких в родном городе, но приятели легко. С самого начала все мои попытки найти обручку, с которой можно погуляться, поговорить о девичьих вещах, как-то пресекались. вот. Вот. Это одно из проявлений гендерного различия внутри вас. То есть есть вещи, о которых вы можете поговорить только с девочкой. Возможно, это так, Ольга. Возможно, это так и есть. Но далеко не всегда это так. И в общем контексте вашего сообщения, можно говорить, что вы отделяетесь и отделяете женщин от мужчин. Вы считаете их слишком разными. Но вместе с тем, насколько разными вы их считаете, настолько вы считаете особенными их же. Например, мужчин. Вы считаете мужчин более особен, чем они есть на самом деле. И женщина для вас тоже имеет большую особенную, большее значение, чем она на самом деле имеет. То есть как бы вы ожидаете, что и к вам должны относиться по-другому, и вы к мужчине относитесь немножечко по-другому. То есть как бы здесь вот, ну, излишняя значимость придает. Дальше. Так, значит, он на всех вечер, вечер, геройк. На всех важных подружек, ну, возможных подружек. Ображивается вопрос. Почему вы позволяли ему это делать? Почему вы позволяли ему вечер на них ярлыки? Ну, ну, это же ваши подруги. И к ним он никакого отношения не имеет. То есть тут как бы, что? Ваша зависимость, неуверенность в себе. Может быть, какой-то страх. Не знаю. Ну, вот. Значит, ну, и дальше вы... Да, и мужчина это делает, очевидно, из-за неуверенности в себе. Оно что... Ну, он хочет, чтобы вы были привязаны к нему. Очевидно. Он хочет, чтобы вы были привязаны к нему, и чтобы не было никакой угрозы вот с вашей стороны, что вы там будете, ну, что-то делать такое, что ему может не понравиться. Дальше. Я как-то сама не замечаю, осталась единой подружкой с моим парнем. Парень может быть другом, но не в вашем случае, потому что у вас слишком мало общего, опять же. Здесь, я полагаю, ответ кроется в истории ваших отношений, которая, возможно, имеет свою значимость не в том, что происходит сейчас, а в том, что происходило раньше. Потому что, если вы изначально строили отношения чисто на гендерных основах, а такие люди есть, и такие пары есть, то нет ничего удивительного в том, что у вас происходит то, что происходит сейчас. Именно про такие пары, говорят, терпится слюбиться. То есть, как бы, у людей мало что общего, да, людей там связывает хозяйство, людей связывает общие дела, людей связывает секс, и всё, у них больше ничего интересного, общего нет. И, типа, да, они вот какое-то время живут вместе, они там друг друга терпят, они там могут ссориться, ссориться с друг другом, вот. Ну, потом люди в люди как-то привыкают. То есть, по сути, речь идёт о смирении, вот. Я так думаю, что вы для себя видите вот такой век развития. Дальше, эм, так, он другой, у него куча друзей, все холостые, я, конечно же, туда не вписываюсь. Вот ещё один момент, да, то, что он поддерживает ту же самую позицию, суевую позицию гендерного разделения, что в мужскую компанию женщины быть не надо. Нет, конечно, конечно, мужчины могут собираться чисто в мужскую компанию, это нормально. Но на постоянной основе, как бы, ну, не пускать, например, в мужскую компанию вас, это уже является, как бы, половой дискриминастой. Вот. Что, в принципе, сейчас выглядит архаик, ну, в современном мире. Вот. У вас это есть, у вас это происходит, и вы считаете это нормальным. Так, значит, дальше, типа, он будет казаться подгаблучником. Ну, это типичная такая вот позиция, мужская, классическая. Я не против, не рвусь к его мужской компании. Вот. И с вашей стороны то самое, то самое наблюдается, да, то есть подкрепление. Из-за его друзей, которым нечем делать, их ничего не обязывает, ни отношения, ни даже работу, мой парень постоянно с ними, мы и ругаемся. Нет. Это в корне деструктивная позиция. Во-первых, вы ругаетесь не из-за его друзей и друзей. А из-за выбора баржа. То есть парень делает выбор в пользу друзей, и это происходит. Друзья здесь ни при чем. Второе, как я уже сказал, ругаетесь не мы, а вы. Не мы ругаемся, Ольга, а я ругаю. Я, Ольга, вам нужно принять личную ответственность, я ругаюсь. Потому что мне что-то не нравится. Потому что я чего-то хочу. Вопрос заключается в том, чего. Нет, ну вы сказали, что вам не хватает внимания с его стороны. Но это не то, что вы хотите. Чего вы хотите? Вот проследите за этим чувством, что вам не хватает внимания, какой вы себя ощущаете, как вы себя ощущаете. В конце своего текста вы немножечко раскрываете этот момент, говоря о том, что вы потеряли смысл жизни, что у вас имеет место быть депрессивное состояние, что вам ничего не интересно и так далее. То есть можно здесь говорить о том, что в этих отношениях вы потеряли себя. Причем вы прямо и говорите. Но вопрос заключается немножечко в другом. Как стало возможным то, что вы потеряли себя? А стало это возможным благодаря тому, что вы жертвовали. Именно жертвы. То есть предательство своих интересов. Предательство своих ценностей. Постоянное переступание через себя привело к тому, что по сути у вас не осталось ничего своего. И здесь в первую очередь важно прочувствовать, почему вы это делали, чего вы хотели, что вам было нужно, в чем вы нуждались настолько сильно, что это заставило вас, по сути, себя сломать. Дальше. Так, я учил работу официанткой, он дальнобойщик. Мы сейчас не видим, и когда он в городе, мы находимся реально физически, мы не вместе. То есть вы имеете в виду про эмоциональную близость. Опять же, эмоциональная близость устраивается на общем. То есть над чем-то общим. У вас ничего этого общего нет. Нет. Ну, по крайней мере, вот исходя из того, что вы написали. Так, когда мы работаем постоянно с друзьями, или они у нас дома. Ну ладно, меня не тревожит. Это хорошо. Волнует меня другое. Когда у нас есть возможность побыть вместе, он видит, встречая свои друзья, свои дела, что-то из друзей всегда рядом с ним, но он не спешится ко мне, заехать в кафе. Не очень понятно, вы здесь построили предложение. Я могу сказать только то, что, как бы, он не торопится к вам. Потому что, зачем? Он не видит вашу личность. Он видит вас, женщину, которая должна его ждать. Все, по факту. Ну, то есть, как бы, у него есть культ мужчины, у вас есть культ женщин. Ну, или девушки. Как вот вы пишите, что там девичьи вопросы, девичья голова, да? То есть, вот такие вот. Культ, культ, даже не девочки, а культ девицы, получается. То есть, это вот такие вот гендерные обособления происходят. Так, в мониторе пишите, нравится заняться сексами, перед тем, как я уйду, и тут же сразу после залипнуть планшет. Ну, это вот опять же классическая история, да? То есть, как бы, это просто сексуальное влечение. Это не взаимодействие с личностью. Вот. Вам нужно больше всего этого ходить, но мы об этом никогда не говорили. Возможно, сразу, возможно, вы ничего не сделали, чтобы это было. То есть, вы никак свои интересы не обеспечивали. Дальше. Так. Так. Когда мы дома, перекинулись общими словами, обсудили меню на день, заняли сексом, все занято своим. Да, потому что это единственное общее, что у вас есть. Я пытаюсь наладить разговор, но нет, он говорит, мы же постоянно рядом, о чем можно говорить постоянно. Вот. Ну, об этом я точно-точно сказал. Из-за этого я чувствую себя отдельно от его жизни. Да, так и есть. Так и есть. Вы чувствуете себя отдельно от его жизни. Вы и есть отдельно от его жизни, там, с общими словами, ничего нет. Чтобы, что, если вы хотите быть в его жизни, вам нужно разделить его интерес. Машина, приставка, мужская компания и так далее. Да. Да. Так и есть. А, как бы, ну, как по-другому вы хотите. Два дня назад я ему говорил, что у меня болит спина, я приготовил опакусь, после хотел убрать, так сразу надо было идти на работу. Он сказал, что уберет. Время, давай, что осталось. Так. Здесь, вот, знаете, здесь вы описываете, м-м-м, такую чисто бытовую историю, но, не то, чтобы я обесценивал ее. Просто, и здесь не столько важно, кто как поступил. Да. То есть, понятно, что мужчина не хотел ничего убирать, он просто хотел заняться с вами человеком и, как бы, ну, и все. Что-то понятно. Дело не в этом. Дело в том, что вы от него почему-то все время ожидаете того, чем он не является. И из-за этого вы все время расстраиваетесь. То есть, вы как будто верите постоянно в то, что человек внезапно станет другим. Мне сложно представить, что вы верите, будто он верили, что он действительно уберет посуду. Мне сложно представить, что вы действительно верили в это. Такое ощущение, что вы хотите расстраиваться, хотите выглядеть вот такой обиженной, обманутой и так далее, чтобы получать от него какое-то внимание. Возможно, это родительская позиция. Возможно, ваша мама вела себя так, возможно, нет. Но это определенный сценарий. Вы поступаете так, не первый раз. У вас в тексте, ну, как минимум, раз или два проскакивает. Такая модель поведения. Вот вы говорите, я пытаюсь наладить разговор. О чем? Если на стадии встречания, когда вы только встречали, у вас не сформировались собственные интересы. О чем сейчас вы пытаетесь смотреть на этот разговор. Понимаете? Есть очень хорошее, но вместе с тем весьма непростое высказывание, которое гласит, что разговор об опыте и сам опыт. Это разные вещи. Что-то вы пытаетесь с вами наладить разговоры. Это диалог об опыте, но не сам опыт. Самого опыта у вас нет. Дальше. Так. Значит. Ну, далее вы, значит, описываете форум. Вот. Значит. Другой пишет, что вам обидно, значит, вам обидно, что он не посчитал нужным помочь вам. Почему вы считаете, что он должен помогать? Именно ваш мужчина. Почему вы считаете, что мужчина должен вам помогать? Именно ваш мужчина. По чему он говорит, что это я виноват, что надо говорить только, где это он сделает, но когда я ночью мыла посуды, я говорил, что у меня жена болит, я ожидал помощи, никто вас не придет застать, утром я же помою ее, не он. Если вы ожидали помощи, почему не сказали, почему не попросили помощи, почему не сказали, просто помоги мне, пожалуйста. Нет. Вместо этого вы ожидали, вы хотели, но вы ничего не сказали. Вот это к вам вопрос. У вас есть желание, вы свои желания не выражаете. Сегодня у нас появилась новая проблема, завтра будет концерт, на который я очень хотел пойти. И он знал об этом, я хотел брать давно билеты, он понимал, что будет ли в городе, поэтому я не брала. Потом где-то три недели назад он сказал, что возьмет сам, и Дуба перестал о них вспоминать. Ну, опять же, я не знаю, в каком контексте вы вели разговор, я не могу сейчас это определить, но по факту, по факту, на концерт хотели вы, не мужчина, а вы. Если у вас за то время, что вы вместе, раскопился опыт того, что мужчина для вас делает и делает для вас. И если этот опыт того, что он для вас делал позитивный, можно было бы ожидать, что он действительно купит билеты. Если опыт того, что он для вас сделал негативный, то ожидания абсолютно беспочвенны. Вот. Здесь опять же проявляется ваша жертвенность. Вы хотели билеты, вам они были нужны. Вы предложили ответственность на мужчину за это. Опять же повторюсь, ориентируясь на прошлый опыт, можно сделать выводы о том, можно ли на него рассчитывать или нет. Если вы говорите, что он всегда врёт, если вы говорите, что он врёт виртуозно, так можно ли на него рассчитывать? Можно ли полагаться на его слова? Конечно же нет. Но вы это делаете. И в этом заключается проявление вашего сценария, проявление модели поведения такой, целью которой является желание почувствовать себя жертвой, почувствовать себя несчастной и вызвать у человека чувство вины. Ведь когда вам обидно, если человек обещается, он пытается вызвать у другого чувство вины, чтобы тот сделал для него то, что он хотел из чувства вины, а не потому, что он хочет. Таким образом происходит манипуляция. Да, неосознанно. Да, за счёт перекоса в ответственность, но манипуляция. Так, значит, ну вот вы пишите, значит, да я расстроилась, но не настолько, чтобы ругаться не по этому поводу. Так, а если вы расстроились, но не настолько, чтобы ругаться не по этому поводу, то в чём проблема тогда? Кроме того, пишите вы, утром я проснулась с аллергией от пухшими глазами, это сейчас бывает, поэтому не беда. Но когда же мой молодой человек пришёл домой, то предложил мне быть выходной. Я же придумал своей девочке голове, и с вечера мы проведём вместе. Решила сдаться дом. Вот, но вы не сказали ему об этом опять же. Вы придумали в своей голове, но вы ничего не выносили, вы никак не выносили своих ожиданий и желаний сразу на месте. То есть, вот он говорит, давайте, Поль, останься дома. Вы такая, оу, да, случай круто, давай проведём вечер вместе. Так не было. Вы так не сказали. Вы осчитали, но не сказали. И вопрос заключается в том, почему так произошло? Почему именно так происходит каждый раз? Понимаете, какая штука? Дальше начнёт. Так. Конечно, я разбился, в какой-то момент сказал, что брала выходные из-за моей аллергии, так как она бросила быстро из-за него, по такому раскладу лучше потом работать. Но вот тут вы и перекладываете на него ответ. Потому что за него могли быть планы ещё задолго до того, как вы, как он вас увидел. После был большой-большой скандал. Вот опять же. Опять же. Про скандал я уже говорил. Про скандал я уже говорил. Ну вот. Как раз бы спросить советы о том, можно ли в соотношении, где я чувствую, что нужно только мне, сделать что-то взаимное. Ну да, если вы разделите интересы человека, можно, конечно. Он уверяет меня, что любит и ценит, готов прийти на помощь в любой момент. Но ведь показывает другое. Мужчина нужно следить по поступкам, а не по словам. А когда мне было очень плохо и за тяжёлый момент в жизни, он просто остался в сторонке. Опять же. Что указывает на то, что он должен вести себя по-другому? То есть. Понятно, что в идеале, конечно, нужно было вас поддержать. Но это может сделать не каждый человек. Человек не указывает. Человек есть ресурсы. На это не каждый человек способен. На это не каждый человек хочет этого. К примеру, вам больше нужен, вероятно, мужчина-защитник. Коль и так. Если вам нужен мужчина-защитник, ваш мужчина точно не такой. Это не защитник. Совершенно, что видно. Понимаете, какая штука? Но не выбрали ли вы его себе в отношения для того, чтобы чувствовать себя постоянно жертвой и что-то благодаря этому себе позволять? То есть. Понимаете, вот вы свои желания выражаете, сутью потому, что пишете, столько в момент обиды. Вот столько в момент обиды вы это делаете. То есть вам нужна обида для того, чтобы разрешить себе выразить свои желания. Если обиды нет, то желания выразить свои, ну, очевидно, не можете. Дальше. Так. Мы, как бы, планируем на будущее что-то, но это банальные вещи. Типа, вот, Оля, ты уволишься с работы, пойдешь на работу, которая нравится мне. Ну, опять же, мужчина здесь проявляет свою неверность в себе. Вот. Далее. Вы говорите, мы что-то планируем на будущее, но это банальные вещи. Когда вы говорите банальные вещи, это оценка. Что есть банальные, то есть не банальные. Любые вещи, которые вы планируете, это вещи, это важно. Почему вы одни вещи считаете банальные, другие нет? Для меня загадка. Мы постоянно ругаемся. Опять же, Ольга, не мы постоянно ругаемся, а я постоянно ругаюсь. Я ругаюсь постоянно. Он тоже готов уйти, чтобы я себе нашла такого, как хочу. Ну, тут я бы сказал, что можете почитать про анальное поведение, анальность личности, точнее. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это манипуляция, потому что он уверен, что вы за него держите, чтобы от него зависит. Ну, кстати, я тоже подозреваю, что вы от него зависит. Ну, поэтому он так себя ведет, тоже манипулируя вами. И, скорее всего, тоже не сознательно. Из-за этого, мне кажется, наши отношения у нас не только мне, я в них одна. Знаете, как сказать? Да, вы правы. Вы правы. Вы действительно одна в отношениях. Потому что любой партнер в гендерных отношениях, чисто в гендерных отношениях, не в личностных, в гендерных. Чувствует себя одинокым. Всегда. Так что да, вы действительно одна. Другой вопрос, насколько вам комфортно наедине с собой. Другой вопрос, насколько вы комфортно себя чувствуете наедине с собой. Другой вопрос, насколько вы принимаете себя такой, какой вы есть. Вот этот вопрос, на мой взгляд, очень важный. Потому что, если вам, к примеру, некомфортно, ну, наедине с собой, если вам, ну, некомфортно, вот, именно, самой посередине с собой, если вам, ну, некомфортно, вот. Я думаю, что, если вам, к примеру, о себе, то это вопрос, о, принятии себя, как личности, это вопрос, о, как индивидуальности, это вопрос, о, комфортности, ну, по сути, о, ну, нахождения, на, нахождения рядом с собой. Самой с собой, вот, эм, такой, эм, момент, мне, эм, кажется, вот, эм, значит, ну, такой момент, момент, нужно исследовать. Ага. Дальше. Наши ссоры стали очень болезненным мне, опять же, это не ваша ссора, не наша ссора, это ваша ссора, вы ссоритесь. Болезненность, ну, это нужно, нужно исследовать, в чем она, собственно, эм, ну, в чем она, эм, заключается, именно болезненность, в чем заключается. Если для вас это болезненность, то можно сказать, что, ну, эм, эм, вас это, эм, значит, эм, в той или иной степени задевает. Эм, если вас это, эм, эм, в той или иной степени задевает, то, ну, можно, соответственно, подумать о том, эм, почему вас, эм, эм, в той или иной степени это задевает. По какой, эм, причине это происходит. Вот. Понимаете? То есть, в чем болезненность? Наша болезненность, это также ваша ответственность. Дальше, эм, так, на время нашего ссорительства я как будто потерял смысл, смысл жизни. Ну, да, то есть, для нас, кстати, ничего ценного не было. То есть, вы от всего готовы отказаться, были ради мужчины, ради вот именно отношений. А можно ли как-то изменить его отношение ко мне? Да, если вы измените отношение к себе самой, будете себя более ценить. Мужчина вас не ценит, а с собой не ценит себя, потому что вы полностью от него зависите. И, таким образом, вы растворяетесь в нем, а растворяясь в нем, вы не добавляете себе привлекательности ни в коем случае. Мне кажется, оно было такое всегда. Если оно было такое всегда, то человек вряд ли изменится, потому что он такой. Он уже сформировался для того, чтобы изменилось его отношение. Ну, вам нужно изменить свое отношение, отношение к себе. Но если вы измените отношение к себе, вполне вероятно, что мужчина вам уже нужен не будет. Человек мне дорог, я его люблю. Ну, про любовь я уже сказал. Нужно разбираться, что это такое, что это за любовь, когда вы постоянно ждете от человека того, что он вообще вам не дает и не может дать. Вот. Жертвовать собой всегда, ну, жертвовать собой всегда быть виноват, и во всем я не могу. Это так, но вы именно жертвуете, вы именно, вы не виноваты, вы обижены. Вы стремитесь вот себя виноват. Вот. Я просто теряю себя как личность. Я боюсь, что у вас никогда не было устойчивой организации личности, в правильном случае, вы бы не вели себя так. Вот. Ну и ваше дополнение от 4.17, где вы пишете про историю о билетах, вы пишете, что он вам очень сильно врет, много врет, точнее. Вот. Я здесь думаю только, я думаю только так, что человек хочет касаться, а не быть. Вот. Я так думаю. И это, наверное, не исправить. То есть, вы понимаете, если его отношение к вам, в принципе, изменить можно, да, то есть можно изменить его отношение к вам, чтобы он увидел, ну, какая вы, чтобы он увидел, что вы из себя представляете, это можно сделать. Вот. Вот. Что его вранье, это куда более серьезная история, связанная она с тем, что человек таким, как он есть, себя не принимает. Это очень личностная проблема. И, соответственно, речь идет о том, речь идет о том, что ему нужна работа с психологом, с самому. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.